Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы поговорим о PvP. Да, конечно, весьма забавно слышать от меня это. Я, в свою очередь, являюсь PvE-протодраконом, который там закрывает ключи, качает артефакт, проходит рейды и танчит. Все-таки, знаете, наверное, почему единственное, почему я не играю в PvP? Ну, во-первых, то комьюнити, которое приходит на стримы во время того, когда ты отыгрываешь аренки ради каких-либо там сущностей о мантулах, когда это было. То есть, ну, оно весьма негативное и не может высказывать свои мысли и свои претензии нормально, скажем так. Ну, и, наверное, из-за того, что я играю танком. Все-таки танком, не знаю, мне кажется, особо в PvP не поиграешь. Хотя в Легионе, возможно, еще можно. Окей, ладно. Я тут, знаете, что заметил? PvP-шмот-то можно анигилировать. Возможно, для кого-то это уже и нормально, и все уже этим занимаются, а я вот это впервые узнал сейчас, если честно. Анигилировая шмот, вы получаете по 10 отголосков битвы. Отголоски битвы – это специальная валюта, которая используется для покупки каких-либо вещей. И, знаете, то есть, получается, вы набиваете 7,5 условно вещей с каких-либо PvP-локалок или при битвах в PvP получаете эту слабую валюту. А отголоски битвы являются слабой валютой. Там есть отголоски еще посильнее. Сейчас мы это все дело, конечно же, рассмотрим. Вот, получаете эти отголоски, и за них вы будете покупать шмот. Ну, так вот. Что хотел рассказать. Вещи с третьего сезона в данный момент анигилируются, но даже выброшенные предметы могут анигилироваться. Ну, допустим... А, ну вот. Сейчас, 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 где-то тут оно было. Давай же, найдись. Алло. Вот, выброшенный предмет, то есть он спокойно анигилировался. Эта вещичка почему-то не захотела анигилироваться. Почему? Я не понимаю. Это все дело очень, очень, очень странно. Итак, мы анигилировали весь наш пвп-шмот, который я успел набрать за все время выполнения локальных заданий. И, получив 170 отголосков битв, мы прилетаем именно вот сюда по карте. Анклав, сюда грива. Подходим к этому торговцу. Интендант лютых гладиаторов. Я тот еще гладиатор-то, конечно. Итак, и давайте теперь рассудим. Какая вещичка нам нужна? Какая вещичка у нас хуже всего по эквипу? Что мы можем купить? Шлем, нагрудник, плечи, ноги, перчатки, пояс, запястье, ступни и плащик. Знаете, вообще абсолютно все вещи мне нужны эквипа 910 и выше. На самом деле, серьезно говорю. Но давайте ради прикола будем покупать запястье. Ой, запястье, говорю, какие запястье? Они мне вообще не нужны вместе с перчатками. Они у меня легендарные, приоритетно, всегда перманентно. Ступни? Начнем же. Раз и два. Как я уже говорил, отголоски битвы это слабая валюта. И она используется для покупки начального шмота. А отголоски торжества идут для покупки элитного шмота. И, как я правильно могу предполагать, возможно, неправильно сейчас предполагаю, если что, поправите меня, господа PvP-комьюнити, окей? Эти отголоски торжества, скорее всего, дропаются с аналогичных элитных вещей, а элитные вещи вроде бы начинают падать только от рейтинга 2000 и выше. Это вообще непреодолимая для меня планка. Итак, защита. И начинаем скрывать эти вещицы. Посмотрим, что же нам упадет. Реально, это вторая жизнь для PvP-вещей. Итак, 880-е сапоги. Раз. А знаете что? Там же очень хороший трансмог собирается с этого дела. Зачем я купил ступни-то, которые у меня уже, в принципе, изучены? Подождите. Давайте-ка, наверное, купим наплечники. Да, действительно. Давай я сдам. И мы купим наплечники. Чисто ради того, чтобы облик для трансмогрификации получить. Ну-ка. 880. Что ступни, что плечи. Не знаю, может прокнуть выше или нет. Это нужно вскрывать, 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 понимать и понимать эту механику. Вскрыв две шмотки и понять ее, это, знаете ли, весьма тяжко. И получается, эти вещи можно опять аннигилировать. И опять реализовывать, и опять, и опять. И все это дело так прокручивать, прокручивать и прокручивать. Так что делайте PvP-локальные задания. Ходите в PvP, получайте шмот, аннигилируйте его. Если же вы уже продали весь шмот этот, то восстановите его обязательно. Я посидел и абсолютно все полученные вещи с PvP-локалок восстановил в окне восстановления предметов. Я знаю то, что это для кого-то сложно будет найти, поэтому ссылочку на восстановление предметов, на сервис восстановления предметов, я обязательно оставлю в описании видео. Все. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, отголосков, битвы побольше, PvP-локалок и хороших PvP-напарников. Ну и легендарных, разумеется, больше и голды, и силы артефакта, и всего-всего-всего, как говорится, побольше. Хейтеров побольше. До скорого.